ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Звали актрису Ирины Иванова. Съемки проходили на Ставрополье в деревне Татарка. Ирине Ивановой, которая всю жизнь прожила в Москве, не без труда удалось войти в образ деревенской девушки, которая доит корову, делает домашние дела и, по сути, заменяет маму своим двум братишкам. Сложной была сцена продажи коровы, где Ирина долго не могла заплакать. После выхода фильма «Мужики» Ирине поступило очень много предложений от режиссеров. Ее мама уговаривала продолжать карьеру актрисы, так успешно начатую, но Ирина считала, что главную роль в своей жизни она уже сыграла. Самым близким человеком на съемках для Ирины стал актер Петр Глебов, сыгравший мужика в дедушку Полины. На съемках он опекал девочку как родную, репетировал с ней и говорил Ирине, что быть актрисой – это ее призвание, обещал помочь с поступлением в театральное училище. Но Ирина была непреклонна и профессиональной актрисой так и не стала. И все же кино имело судьбоносное значение в жизни Ирины. Она рассказала, что ее будущий муж влюбился в образ Полины из фильма «Мужики» задолго до знакомства с Ириной. А увидев ее в отделе ГИБДД, куда она пришла работать, сделал Ирине предложение. Долгое время Ирина проработала документоводом в ГИБДД, откуда ей пришлось идти по семейным обстоятельствам. У Ирины появились свои мужики, трое сыновей, воспитанию которых она себя и посвятила. Сыновья давно выросли, женились, а Ирина Ивановна осталась молодой, красивой и стройной. Продолжение следует...